Здравствуйте, я Дмитрий Семеник, психолог, основа для группы сайтов «Пережить.ру» и Школы православной психологии. Сегодня у нас вопрос-ответ и тема «Как справиться со страхами и тревожностью?» Православные постоянно задают этот вопрос в самых разных ситуациях, но ответ на этот вопрос у меня один. У нас с вами есть два пути для решения проблемы тревог. Религиозный и психологический. Православный поход заключается в том, что мы в тот момент, когда у нас возникает тревога или страх, стараемся возгреть в себе доверие к Богу. Доверие, то есть понимание того, что все в руке Божьей и ни с нашими близкими, ни с нами не произойдет ничего без воли Бога. В этом и заключается доверие. А для того, чтобы его в себе возгреть, лучше всего подходит благодарная молитва «Слава Богу за все». Непросительная молитва «Господи, защити меня» или «защити моего близкого» — это не имеет большого смысла, потому что Господь знает, что мы не хотим, чтобы наш близкий пострадал или мы пострадали. Все, что происходит, происходит по воле Бога и с нашими близкими, и с нами. Мы смиряемся не только с тем, что происходит с нами, с неприятностями, которые происходят с нами, но и с теми опасными и неприятными случаями, которые происходят и с нашими близкими тоже. Да, наше христианское отношение, наше смирение распространяется и на наших близких, потому что то, что происходит с нашими близкими, ничем не отличается от того, что происходит с нами. Если мы смиряемся по поводу скорбных ситуаций, происходящих с нами, почему мы должны не смиряться с ситуациями, которые происходят с близкими? Вообще человек православный, или человек просто психологически здоровый, должен относиться к другим людям точно так же, как и к себе. И к себе точно так же, как и к другим людям. Поэтому разницы нет. Это вкратце о православном подходе. И применяется же он тогда, когда страх или тревога уже проявились. То есть эта работа направлена не на искоренение страхов и тревог как таковых, а на преодоление вот этого ощущения страха или тревоги, которое уже возникло или возникает. То есть это работа с симптомом. Ну, конечно, постоянно работать с этим симптомом довольно-таки тяжело. И это надоедает. Да и не все это умеют делать, и не все делают это правильно. И поэтому многие православные хотят искоренить это в корне. И в этом случае они обращаются к психологам и задают вот тот вопрос, который я сейчас вам прочитал. Как справляться со страхами и тревожностью? Либо как избавляться от страхов и тревожности? Да, психология может помочь в искоренении этих явлений полностью так, чтобы они даже и не возникали. Но нет универсального ответа на этот вопрос по очень простой причине. Страх и тревоги – это всего лишь симптом. Это не самостоятельное какое-то явление, а симптом. Причем симптом не одной какой-то проблемы, а множества различных психологических проблем. Порой и психиатрических, но об этом случае я не говорю. Тут и психологи помочь не могут. Тут нужны только психиатры и медикаменты. Так вот, это симптом. Подобно тому, как, например, симптомом является высокая температура. Высокая температура проявляется при множестве различных болезней тела. И когда кто-то задаст вопрос, как мне вылечиться от высокой температуры, понятен ответ на этот вопрос, что лечится не от температуры, а от той болезни, которая вызвала эту температуру. Точно так же и со страхами. Для того, чтобы преодолеть эти страхи и тревоги в корне, необходимо вылечить ту психологическую проблему, убрать, снять, ослабить, которая вызывает этот страх и тревогу. А для этого необходима ваша личная диагностика, то есть необходимо обращаться к специалисту, который выяснит, почему именно у вас возникает эта тревога. Что в вас, какая ваша психологическая проблема является источником вашей тревожности. Только так.